Всем привет! С вами снова Таня Самарцева. И сегодня у нас второй мастер-класс на тему как снять качественный ролик в Sims 3. Поступил данный запрос от Алены Слободенюк. Прошу прощения, если я неправильно выговорила твою фамилию. И, признаться честно, я уже было хотела отклонять данную заявку, так как ответов на данный вопрос в интернете валом, просто валом. Но раз уж подобные запросы поступают ко мне очень часто, очень, то я решила все-таки наглядно вам показать, как же я снимаю свои ролики. Итак, начинаем мы с настроек. Первым делом настраиваем видеокамеру. Для этого заходим в свою установленную игру Sims 3, в базовую папку Sims 3. Далее идем в папочку GameData, Shared, Non-Package, Inni. Папочка Inni. И вот здесь, в самом низу, вы найдете документ видеокамера. Вот видеокамера. Открываем. Это блокнотик. Здесь тоже, в самом низу, находится строчка Lerbdurashen. Lerbdurashen. Короче, прошу прощения. Вот это, короче, строчка Lerbdurashen ее назовем. И значение этого параметра я советую выставлять 20 единиц. Это значение позволит нашей камере двигаться плавно от одной зафиксированной точки к другой. Потом подробнее на примере рассмотрим. Вы, конечно, можете изменять этот параметр в зависимости от того, насколько, как быстро вам нужно, чтобы двигалась ваша камера. Вторым делом настраиваем разрешение экрана. Потому как, если мы этого не сделаем, то у нас по бокам кадра будут потом две черные полосы. Нам этого не надо. Лучше же смотреть видео на полном экране, правильно? Заходим также в базовую папочку игры Sims 3, в папку Game и в папку Bin. Здесь нам нужен файл Sims 3. Это тоже блокнотик. Вот он. Открываем его и тут же в строке Large, вот она, выставляем через запятую значение полного экрана 1280 на 720. Там, по-моему, должно стоять 640 на 480 или что-то такое. В общем, я не помню старые цифры, но вы вот должны поставить 1280,720. Ну, я этого делать, естественно, не буду, так как у меня уже все настроено. Вы же все изменяете и сохраняете. Советую, кстати, на всякий случай сохранить оригинал. Ну, чтобы у вас, в общем, был запасной резерв. Вот. И третьим делом настраиваем параметры самой игры. Заходим в меню «Настройки». Все параметры для наиболее качественного видео должны быть на максимуме. Но это требует высокой производительности компьютера. Поэтому тут уже сами смотрите. Разрешение экрана должно быть выставлено такое, какое есть на самом деле у вашего компьютера. Затем переходим на вкладку «Видео». Здесь необходима продолжительность видео выставить на 10 секунд, не больше. Если будет больше, то игра просто может не справиться с таким тяжелым кадром и не сохранить его. То есть вы потом не сможете его открыть. Бывают такие ситуации, да. Здесь отмечаем, чтобы интерфейс скрывался при съемке, если вам он не нужен. Вот, собственно говоря, и все настройки. Если переходить непосредственно к самой съемке, то тут я коротенько скажу для тех, кто вообще не знает, как снимать в игре, но хотел бы этого делать. Чтобы начать съемку в игре, нам нужно нажать клавишу «В». Ту же клавишу жмем, если хотим остановить съемку. Если же мы ее не нажимаем, то игра автоматически прекращает съемку через 10 секунд, как мы и указали в настройках. За такое время вполне можно уложиться, чтобы снять полноценный кадр. Затем меняем ракурс и продолжаем снимать следующий кадр. Потом уже в монтажной программе всю эту красоту склеиваем. Еще один нюанс для плавной камеры. Для начала нам нужно перейти в режим свободной камеры, нажать кнопочку «Тап». Видите, интерфейс исчез. В этом режиме вы можете с помощью клавиатуры управлять камерой. Нажимаем клавиши «В», «А», «С», «Д», «Ку», «Е». То есть мы двигаемся вниз, наверх, влево, вправо, глубже, ниже, туда, сюда. В общем, мы таким образом управляем камерой. Но для еще более плавного движения камеры используются так называемые рельсы. Это фиксация точек расположения камеры. То есть фиксируются точки и положения камеры горящими клавишами. Ctrl плюс циферка от 6 до 9. Привожу пример, чтобы было понятно. Например, стоит у нас камера вот под таким ракурсом. Нажимаем Ctrl плюс 6. Все, игра зафиксировала это положение. Перейдем в другой ракурс. Например, вот так вот поставлю я камеру. Зафиксируем снова точку. Нажмем Ctrl плюс 7. Обычно для кадра две точки достаточно, но можно сделать и больше, если вам это нужно для кадра. И вот если мы нажмем просто циферку 6, сейчас у нас камера находится на положении цифры 7. Если мы нажмем цифру 6, у нас камера поедет из положения 7 в положение 6. Поедет она туда плавно со скоростью 20 единиц, как мы и устанавливали в настройках камеры в самом начале. Помните? Это такое самое плавное движение. Вы его, опять же повторюсь, можете изменять, если хотите. Например, чтобы камера двигалась побыстрее или очень быстро. Можете изменять параметр в файле видеокарты и настраивать так, как вам необходимо для той или иной съемки. Вот и все. Далее вы снимаете свои кадры. Несколько кадров. Один так, другой так. По-всякому, как хотите. В общем, это уже ваше дело, как вы будете снимать. Я сейчас расскажу вам сам принцип съемки. Найти вы их потом можете по пути в документах. Заходим в мои документы. Папка Electronic Arts The Sims 3. Папка Recorded Videos. Вот это вот. Здесь вы найдете свои готовые кадры, которые заснимете в игре. Которые потом монтируются в любом видеоредакторе. Вот видите, это вот наш кадр, который мы тут с вами наснимали. У вас там будет несколько кадров, чтобы потом их склеивать между собой. Ну вот, в общем-то и все. Это и все основы, которые нужно знать, чтобы снять качественную графику в ролике. Надеюсь, что я вам хоть чем-то помогла. Если это так, то ставьте лайк. Если вы это уже знали, то тоже ставьте лайк. Ну, это, конечно, больше информация для новичков, да, тех ребят, которые желают снимать. Или тех, кто уже снимает, но хотят снимать лучше. Вот, отпишитесь в комментариях, какие способы используете вы. Мне будет очень приятно узнать ваши отзывы. Если кто-то желает, можете в группе ВКонтакте подавать заявки на следующие мастер-классы. Всех благодарю за просмотр. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok